И посмотри, я кого-то вижу, там есть кто-то, кто это такой вообще, это счастливый десмерти, он хочет его ударить, это депутница, у него следила маска, вы видели это? Чё творим, бро, меня зовут Сергеонис, и бро, сразу же, просто сразу же, бри, подписывайся на мой канал, чтобы вступить в мою супрем-банду, ведь, боти, ты же знаешь, кто не с нами, тот под нами, а я, как вижу, бро, тебе же не очень нравится быть под нами. Так что быстрее подписывайся, чтобы быть смыслной боди на ютубе, а также сегодня со мной видео снимает Настя, привет! Из супрем-банда полгода назад я снял Чефа-убийцу на свой трон, когда он переехал в дом по соседству с моими родителями, я снял его именно в тот момент, когда он проник в наш дом и напал на Настю, он чуть ли не убил, она просто чудом спаслась, но после того случая он куда-то пропал, и мне сказали, что он переехал на заброшенный завод, к которому сегодня приехали и мы, чтобы запустить здесь наш трон и заснять Чефа-убийцу за его ужасными действиями. Именно поэтому, банди, давайте на это видео наберем 20 тысяч лайков, и тогда на свой дрон я сниму реального пони-аниматроника. Я узнал заброшенный дом, в котором он живет, именно поэтому, банди, скорее ставь лайк, а также, бро, не забывай подписывайся на наши с Настей инстаграмы, где мы общаемся со всеми вами, банда. Подпишись на нас, напиши нам в директ и все, жди уже, совсем скоро мы ответим именно тебе. Так что, банди, давай, все звуки в описании, ставь лайком, мы тем временем запускаем наш дрон, погнали! Что ж, банда, дрон запущен, Настя уже взлетела! И где-то здесь находится тот самый завод Чефа-убийцы, и мы уже видим что-то вдали, хотя это больше похоже на какую-то ферму, чем на завод. Но все же, банда, обратите внимание, на этих ангарах переделывают крышу, что в принципе свойственно разным заводам. Тогда закрадается другой вопрос, зачем все это Чефа-убийцы? Это все очень странно и подозрительно, зачем ему привлекать так много внимания? И я думал, что завод Чефа должен быть полностью заброшен, а здесь же видно, что есть хозяин. Неужели Чеф-убийца всем этим заправляет? В таком случае, банда, разве и рабочие, которые на него работают, не видят, что Чеф-убийца какой-то не такой? У него полностью белая кожа, и разрезан рот в виде улыбки. Разве у рабочих не закрадывается сомнение, что с ним что-то не так, что это вообще не человек? Хотя банда, возможно, он сшил себе маску из кожи людей, чтобы хотя бы немного похожим на человека. В таком случае его никто никогда не узнает. И я вижу вдали какую-то технику, там даже есть коровы. Зачем Джеффу-убийце коровы? Это очень странно, банда. Не думаю, что Джефф-убийца всем этим заправляет. Скорее всего, что здесь хозяин обычный человек, а вот Джефф-убийца живет в каком-то из дальних ангаров. Потому что на вид они хотя бы немного заброшены. Где, в принципе, никто никогда не найдет Джефф-убийцу. И вот Настя понемногу подлетает. Я пока что ничего не вижу. Но я уверен, банда, что Джефф-убийца должен жить в каких-то из таких ангаров. Они заброшены, туда никто никогда в жизни не придет. То есть он более-менее в безопасности, так его никто не узнает. Даже не знаю, как распознать следы Джеффа-убийцы. А еще, банда, если вдруг он услышит наш трон, то он уже точно не выйдет из своего убежища. После прошлого раза, банда, он уже боится нашего дрона. Потому что именно с помощью моего дрона я смог спасти Настю. А я пока что не вижу. Здесь вообще какие-то стройки. Что это? Не думаю, что Джефф-убийца где-то здесь. Разве что только в виде рабочего и то в какой-то маске. Иначе, банда, я не знаю, как здесь может же Джефф-убийца. И где его вообще искать? А это еще что такое? Какая-то яма? Там что-то лежит отвратительное. Больше похоже на отходы коров. Это просто жесть, банда. Тем не менее, давайте более тщательно исследуем всю эту территорию. Потому что, как мне сказали, Джефф-убийца должен быть где-то здесь. Он может быть где-то в этом сарае. В таком случае мы его не найдем. Нужно будет его караулить и ждать. Очень странно, банда, что мы все еще не увидели Джефф-убийцу. Мы облетали почти весь этот завод, ферму. Я не знаю, как это называть. Там были коровы, банда. Это вряд ли какой-то завод. И посмотри, там дались еще какие-то здания. О, господи, неужели Джефф-убийца живет где-то здесь? То есть, около этого завода. Возможно, люди просто перепутали. И я пока что ничего не вижу. Но там есть даже какой-то дом. То есть, действительно, теоретически он может быть где-то там. О, господи, неужели мы сейчас его увидим? Хотя там уже есть какой-то жилой дом. Вряд ли он где-то там. Там живут уже обычные люди. О, посмотри, какая-то башня. Он же может жить где-то там. Она полностью заросшая. Оттуда никто никогда не придет. Что, в принципе, хорошо для Джефф-убийцы. Но я пока что ничего не вижу там. Солнце слишком хорошо светит. Там тень. О, господи, что же там такое банда? Мне кажется, что там просто какие-то кусты. Там ничего нету. Даже Джефф-убийца там не сможет жить. Не думаю, что он где-то там. Там просто деревья, кусты и все. О, господи, где же его искать? На этой ферме очень много разных зданий. Где искать Джефф-убийцы, я не знаю. Хотя, посмотрите, еще какое-то здание. И оно тоже более-менее заброшено. То есть, в принципе, здесь тоже может жить Джефф-убийца. И посмотрите, банда, что это за здание? Там просто две стенки. Какая-то комната 2 на 2. И думаю, что Джефф-убийца где-то там. Окей, банда, на этом заводе ферме его точно нету. И посмотрите, что это? Еще один какой-то завод. Мы его не видели. Может быть, Джефф-убийца живет где-то здесь? То есть, все это время мы летали не там. О, черт, банда, неужели это и есть тот самый завод, где живет Джефф-убийца? Может быть, банда, это и вправду он. Хотя, это слово похоже на какой-то завод. Но все же, давайте его тоже исследуем. Потому что он здесь может жить так же самое, как и там. Итак, банда, пока что я не вижу никаких следов Джеффа-убийцы. Хотя там есть окна. Мы можем позаглядывать внутрь. Тогда мы, может, даже увидим его. И увидим, какие же вещи хранятся у него дома. Быстрее опускайся, не за что посмотреть, что там внутри. Да, сейчас. Итак, банда, мне уже не терпится увидеть, что же там. Черт, солнце за свечи, там тень. Хотя, более-менее, все видно. И там просто какие-то станки, какое-то железо. Это реально какой-то завод, банда, вы видите это? Неужели Джефф-убийца живет где-то здесь? О, господи, вы только посмотрите. Это реальный завод. То есть, скорее всего, банда, то, что мы снимали ранее, это была ферма. Как я и говорил, а это уже завод и, возможно, именно здесь живет Джефф-убийца. Давай теперь позаглядываем в окна. Итак, банда, что же мы сейчас там увидим? Надеюсь, что-то очень жуткое и страшное. Хотя, посмотрите, просто какие-то станки. У меня уже нету никаких сомнений, это 100% завод. И где-то здесь должен быть Джефф-убийца, но где именно? Внутри мы его пока что не видим. И, кстати, это очень странно. Может быть, он где-то в том дальнем здании? Потому что, если бы Джефф-убийца был в этом здании, то мы бы уже его увидели. Он бы сам услышал, увидел наш дрон в окно и подошел бы к нему. Наш дрон очень большой и легко заметить. А пока что Джефф-убийца здесь не видно. Тем не менее, водность облетает. И с другой стороны, думаю, тоже стоит заглянуть в окна. Тем более, сейчас так хорошо светит солнце. Мы сможем рассмотреть, что там внутри. И я пока что ничего не вижу, только какие-то станки и все. Это 100% завод банда. Но где же сам Джефф-убийца? Скорее всего, что он все-таки в том самом кирпичном здании. Здесь уже нечего ловить, идите быстрее туда. Да. Окей, банда вот Настя отлетает. И то самое кирпичное здание. Мне даже кажется, что это кирпичное здание. Какое-то слишком древнее. Только посмотрите, как оно построено. Там даже видно какие-то колонны или это узоры. Что это вообще? О, Господи, мне кажется, что это вообще еще до нашего века было построено. Вы только посмотрите. У этого здания нет никаких окон. Что очень странно. Так мы точно не увидим Джеффа-убийцу внутри. Я думаю, нужно облететь и поснимать с другой стороны. Мне показалось, что там был какой-то навес. То есть, возможно, он будет под этим навесом и сможем его увидеть. Пока что банда, я ничего не вижу. Вот Настя возвращается обратно к этому зданию, чтобы не испугать Джеффа-убийцу. Если мы так сразу же залетим той стороне, Джефф-убийца увидит наш дрон и убежит. Потому что он помнит, что было прошлый раз. И вот Настя аккуратно облетает и снова это здание. И пока что здесь не видно Джеффа-убийцы. Он не вышел и не выглядывает в окно. Это очень странно. И так вот Настя аккуратно облетает это здание. И я был прав, банда, здесь реальность какой-то навес. И я думаю, что нам стоит залететь прямо под него, чтобы рассмотреть, что там. Может быть, мы даже там увидим Джеффа-убийцу. И посмотри, я кого-то вижу. Там есть кто-то. Неужели это Джефф-убийца, банда, вы только посмотрите на него. Хотя нет, это больше похоже на какого-то рабочего. Он просто работает, он что-то варит с сваркой. У него в руках сварка. Вы только посмотрите. О, господи, это просто обычный рабочий. Тогда где искать Джеффа-убийцу, я уже не понимаю. На этом заводе обычные люди, на той ферме обычные люди. Где же тогда Джефф-убийца и где тот самый завод? Он что-то слышит или видит? Неужели он услышал наш дрон? Хотя он так смотрит вправо, как будто там кто-то есть. Я думаю, тебе стоит облететь посмотреть, кто там. Может быть, мы кого-то увидим. Еще он так зловещий настроен. Посмотри, что это? Кто-то тащит какую-то девушку. Кто это такой вообще? Это счастливая десмерти. Вы видите, это банда, это же реально он. О, ну как так? Я же помню, я ее собственными руками убил. Я сделал на него куклу-воду, которую сжег. И он тоже умер, банда. Я снял это на видео. Почему он все еще жив? Как он вообще выжил? Я даже видел пепел от него. Это такая жесть банды. Он тащит какую-то невинную девушку. Вы видите это? О, господи, только не это. Неужели он хочет ее убить? Она вырвалась. Ну же, быстрее помоги ему. Что он делает? Это же обычный рабочий. Что он делает? Посмотрите. О, господи, неужели он хочет ее убить? Все слепые десмерти просят ее обратно. Только не это. Посмотри на это. Он просто ее убил. Он перерезал ей горло. Вы видели это банда? Неужели это необычный рабочий какой-то убийца? Мне просто в это не верится банда. Вы видели это? Что происходит? Просто посмотрите. Он хочет его ударить. Это джеб-убица. У него слетела маска. Вы видели это? Это реально джеб-убица. Мы все-таки сняли его. И он дерется против счастливого дня смерти. Это такая жесть. Калкча у него сильно бьет. О, господи. Я думаю, джеб-убица здесь явно выиграет. Хотя счастливого дня смерти его сильно ударил. Я не думал, что он такой сильный. Вы только посмотрите. Джеб-убица увернулся. Это такая жесть. Но счастливого дня смерти повредил ног этим ударом. И вряд ли он уже сможет на нее спокойно встать. И джеб-убица встает. Вы только посмотрите. Он берет этот провод. Если он сейчас с ним ударит, это будет ужасный удар. Просто посмотрите. Там такая боль после него будет. И он просто вырубил счастливого дня смерти. Неужели джеб-убица победил? А мы понятны, ведь он же сильнее монстр. Посмотрите, он жив. Счастливого дня смерти встает. И джеб-убица его не слышит. Это такая жесть-банда. Просто посмотрите. О, господи. Он его вырубил и сам упал. Они оба без сознания. Эта девушка лежит мертвой. Это такая жесть-банда. Мне просто не верится в то, что сегодня мы увидели. Мы совсем внезапно сняли бой джеба-убицы против счастливого дня смерти. И вообще я думал, что последний мертв. Тем не менее, Настя уже улетает. И это правильно, иначе наш дрон пострадает. Я надеюсь, банды вам это понравилось. Потому что нам, да, мы сами в шоке. Вот комменты из прошлого видео. Просто в близких. И шикарные, идеальные комментарии. А, бро, если вдруг ты хочешь попасть в следующее видео. Всего лишь, что тебе нужно отпуститься ниже. Нажать лайк, колокольчик. И все, бро, ты уже на видео. Лайк, колокольчик, комменты в видео бандит. И подписывайся, чтобы быть моей супрем-бандой. Самой сильной бандой на ютубе. И также, бро, помни одно. Оставайся тебе шикарным. Пока!